Прошедшая неделя не была богата разнообразием событий, но те события, которые случились на ней, были очень важны. Начнем с изменений в Белом доме и с ухода министров. С поста руководителя Комитета по международным связям ушел Руслан Мирсояпов, причем ушел внезапно без объявления войны, хотя те, кто следят изнутри за ситуацией, конечно, понимают, что для этого были причины. И, на мой взгляд, первая причина здесь – то, что Руслан не смог, не сработался с новым экономическим блоком в правительстве. Дело в том, что тот ритм, который выработал для себя Руслан Мирсояпов на этом посту, видимо, никак не соответствовал тем запросам и требованиям новой части экономического блока. В правительстве я имею в виду Назарова, Муратова и прочих вот этих новых людей, которые появились в правительстве с приходом Андрея Назарова. Не сказать, чтобы уход Мирсояпова был скандальным. Видимо, это достаточно такое договорное явление в том смысле, что не справился так не справился. Я лично знаком с Русланом Мирсояповым, мне он всегда был симпатичен в том смысле, что он действительно очень умный человек, очень образованный, очень воспитанный. Но, как говорится, многие годы работы в руководстве протоколом администрации главы республики и потом уже в правительстве, видимо, наложили определенный отпечаток. Определенный отпечаток бездействия и отсутствие инициативы. Потому что работать много лет в протоколе – это значит просто обслуживать какие-то достаточно несложные запросы и потребности руководства. Но, правда, это нужно делать на высоком уровне. Вот все, собственно, требования. В экономическом же блоке, в блоке, связанном с международными и внешними связями, конечно же, задачи и требования иные, видимо, в этом проблема того, что Мирсояпов не сработался с новым руководством экономического блока правительства. Основным событием прошедшей недели и центральной темой сегодняшней нашей передачи стала подача иска Башкирской прокуратуры в суд о признании Башкирской организации «Башкорд» экстремистской. Само это по себе событие, плюс сопутствующие события, которые развернулись вокруг этого всего и будут основой нашего сегодняшнего обсуждения. Начнем с того, что Башкирская прокуратура подает иск в Верховный суд о признании Башкирской общественной организации «Башкорд» экстремистской. Какие были основания у прокуратуры, до конца не выяснено. Дело в том, что сразу же после того, как появилась эта информация, примерно через пару дней выяснилось, что прокуратура не оповестила ответчика, имеется в виду Башкорд, в полной мере не предоставила полный текст иска и приложений к этому иску, которые были поданы в суд. То есть, тем самым, как бы, ну, по сути, приостановив процесс, но почему это случилось, мы чуть позже обсудим. Вообще, там какие-то странные, абсолютно процедурные нарушения происходят вокруг этого всего, и складывается впечатление, что, возможно, кто-то начал давать заднюю скорость, но это еще пока, как говорится, не точно. Но удалось узнать суть претензий Башкирской прокуратуры, и они заключаются в следующем. В организации БОО «Башкорд» состояли и состоят люди, которые ранее были признаны виновными по статьям экстремистского характера. Там перечислены, значит, эти люди, причем тот же самый Ахмедшин, который там упоминается, он никогда не состоял в БОО «Башкорд», Сагид Исмагилов, который там был признан виновным за публикацию какого-то древнего античного стихотворения, Дельмухаметов, который тоже, как бы, там не особенно был замечен в рядах «Башкорта», ну и так далее. То есть тут важно понять, что принцип обвинения у прокуратуры следующий – В вашей организации состояли или состоят люди, совершившие преступления, преступления экстремистского характера. И вот по этой логике прокуратура просит суд признать всю организацию экстремистской. Это очень важный момент, и вот почему. Дело в том, что по этой же, следуя логике Башкоркоратуры, В таком случае нужно внимательно присмотреться к нескольким организациям, К нескольким типам организаций, которые существуют в республике Башкортостан. Безусловно, начать нужно с партии «Единая Россия». Мы прекрасно знаем, какое количество людей признано преступниками, И при этом они были членами партии «Единая Россия». Исследуя логике Башкоркоратуры, конечно же, «Единую Россию» нужно признавать, Ну, как минимум, организованной преступной группировкой. Далее, идем выше. Совет Федерации. Это тоже своего рода организация, и, между прочим, в Башкирской прокуратуре Надо обратить внимание, что каждый десятый сенатор в Совете Федерации Оказался преступником, это последняя статистика последних пяти лет. А, например, не так давно господина Рашукова, действующего сенатора Совета Федерации, Прямо на заседании в зале Совета Федерации арестовали и обвинили в ужасных убийствах, В том числе, значит, в многочисленных убийствах и в многих других преступлениях, хищениях, денег и так далее. Так в Совет Федерации надо признать преступной организацией, экстремистской организацией, Или хотя бы просто ОПГ. Ну, следуя логике Башкоркоратуры. Да что далеко ходить? Сама Башкоркоратура – это организация, у которой совсем недавно арестовано практически все руководство этой Башкоркоратуры, И несколько прокуроров до сих пор сидят под стражей, дожидаясь решения собственной участия. И что-то мне подсказывает, что некоторые из них все-таки будут признаны виновными и объявлены преступниками по суду. Так и саму Башкоркоратуру придется рассмотреть пристально на предмет того, не является ли она. Понимаете, проблема вся вот в этом принципе. Тот принцип, который был заявлен в обвинении в иске Башкоркоратуры, он не выдерживает никакой критики. Если в вашей организации состоит преступник, значит, преступная сама организация. Вот тут, конечно, надо бы внимательно будет посмотреть, как все это будет переваривать суд, Насколько он пойдет на поводу вот этого всего, потому что об истоках этого иска, О принципах его появления и о причинах, и о том, кто им движет на самом деле, мы, естественно, должны поговорить. Конечно же, очень важно понять источник этого иска, причину этого иска, цель и задачу этого иска. В принципе, сама по себе организация Башкоркт в последнее время, как, в общем-то, и почти всегда ранее, особо не выделялась на общем фоне, никогда до конца внятно не формулировала свои позиции. На мой взгляд, не была особенно опасна для власти, но мы помним, с какой принципиальной яростью обрушился на нее Хабиров, когда только стало понятно, что Башкоркт будет против передачи горы Куштау предприятию СОДА. Собственно, проблема Башкорта зарыта в этой горе, находится, наверное, на вершине этой горы, и далее, как в сказке. Когда Хабиров понял, что его не поддержит Башкорт в варварстве, которое он организовал в этом безобразии, я имею в виду передачу горы СОДА, было принято решение воевать с Башкортом до победного, уничтожить их, разрушить организацию и не допустить, чтобы она выражала свою позицию. Это мое субъективное мнение на тему вообще причины этого иска. Дальше пошло уже исполнение поставленных задач. Понятное дело, что задачи исполняет не сам Хабиров, он их только ставит, а исполнителем у него там является внутриполитический блок, управление внутренней политикой взаимодействия с общественными организациями, гений эпохи в области общения с общественными организациями Урал Кельсинбаев, установленный на свою пост рукой Ростислава Мурзагулова и, в общем-то, с одобрения Александра Сидякина. Вот эта троица, собственно, и есть исполнители всей этой истории по Башкорту с самого начала и до сих пор. Ну, хорошо, воевать-воевать. Башкорт тем временем начал проводить флешмобы на горе Куштау. Флешмобы более чем успешные, они ужасно испугали власть, и власть растерялась, эти три богатыря в управлении внутренней политики и вообще в руководстве администрации Хабирова, прямо скажем, прощелкали и вспышку и прочее. Прошел уже третий флешмоб, надо что-то делать срочно, потому что движение на самом деле нарастает. И по их мнению, и по мнению многих других, все это вокруг Башкорта происходит. Хотя, на самом деле, это не совсем так. Но маховик запущен, работает машина. Стали придумывать, что делать, ну, как с ними бороться, да, то есть у них ни гранаты, ни ножа, значит, ни даже какой-нибудь запрещенной литературы давно уже с собой нет. Более того, Башкорт многие годы находится под пристального внимания всех спецслужб. Соответственно, ну, начали выдумывать повод. Потому что если бы у Башкорта был там хоть минимальный признак их экстремистскости, или как бы это еще по-русски иначе сказать, то их мгновенно бы нахлобучили, накрыли и закрыли там и ФСБ, и Следственные комитеты, прокуратура и так далее. Но именно теперь, когда проблема с шаханами подходит у нас к весне, а весной там действительно будет, ну, гигантский флешмоб, следующий, кстати говоря, был назначен там на 20 числа февраля, вот тогда, конечно, уже с Башкортом будет трудно бороться. То есть была предпринята вот эта вот паническая, на мой взгляд, истерическая, и вполне себе не профессиональная попытка закрыть организацию через суд. Не знаю, чем это все закончится. Насколько суд, ну, здраво воспримет эти аргументы, которые привела прокуратура, они, на мой взгляд, не выдерживают никакой критики. То есть сам подход технологический. То есть была команда там, придумывайте, делайте, что хотите, надо объявить экстремистами. Значит, мы придумали вот такую не очень качественную придумку. Обсуждаем дальше историю с БО «Башкорт» и переходим в плоскость общественных отношений и средств массовой информации. Конечно же, все подконтрольные Белому дому СМИ мгновенно опубликовали информацию, что там БО «Башкорт» скоро признают экстремистской организацией и так далее. Все это, естественно, и вполне себе обоснованно было рассчитано на то, что люди, которые, скажем, не являются активными участниками организации, но ее поддерживают ментально или там по национальному признаку, или еще как-то, они испугаются и отшатнутся. Это, в общем-то, технологически правильный расчет, нужно людей испугать, чтобы они отвернулись от организации, а с главарями и активистами справимся сами. В общем, все СМИ, которые подконтрольны Мурзагулову, все быстро напечатали разного рода такие новости и так далее, и так далее. Но, собственно, и иные СМИ, которые не до конца подчинены господину Мурзагулову, эту новость выпустили, и многие сделали это в ином ключе. Как ни странно, в этот раз и снова главным возбудителем общественного спокойствия стала Наташа Павлова и ее газета «Коммерсант», в которой она трудится главным редактором. Собственно, статья, которая вышла в «Коммерсанте», ничего нового не говорила и не была первой на тему БО «Башкорт». Ну, там констатировались все факты и события, которые произошли. Обсуждался несколько и немного сам иск Башпрокуратуры. Значит, все вот эти вопросы задавались, но самое главное было в картинке. В качестве иллюстрации Наташа Павлова выбрала фотографию Марьяма Буракаевой, известного деятеля литературной среды в Республике Башкортостан, причем национальной литературной следы. Так вот, Марьяма Буракаева в 2017 году выступила на митинге БО «Башкорт» в защиту башкирского языка. Она была очень красиво наряжена, фотография действительно симпатичная, там национальный костюм, монетки, все дела, платок на голове. Ну, то есть, это очень, как сказала Наташа, жанровая фотография, это действительно так. Более того, фотография абсолютно безупречно соответствовала тексту, в том смысле, что относилась к БО «Башкорт», относилась к деятельности этой организации, и, судя по тому, что человек добровольно, в здравом уме и твердой памяти выступал на митинге этой организации, Марьяма Буракаева действительно поддерживала «Башкорт» и, видимо, поддерживает его до сих пор. Именно эта фотография вызвала какую-то совершенно взрывную реакцию в интернете и не только в интернете. Дочь Марьяма Буракаевой, известной писательницы и литературного деятеля Зухра Буракаева, значит, мгновенно среагировала и стала требовать удалить эту фотографию. Ну, казалось бы, в принципе, бывают такие ситуации, когда людям как-то неудобно, что их фотографии размещаются где-то там в СМИ, есть иногда природная какая-то скромность и прочее, хотя я не знаю, как это может сочетаться со способностью выступать на крупных, больших публичных мероприятиях, но тем не менее. Но примечательно здесь то, что Зухра Буракаева не просто, например, позвонила Наташа Павлова, они, безусловно, знакомы, не просто там обратилась в коммерсант и попросила убрать фотографии ее мамы, хотя на самом деле никаких законных оснований для этого не было. Зухра Буракаева пошла иным путем. Каким же именно путем пошла Зухра Буракаева? Она обратилась в агентство по печати к своему покровителю Мурзагулову и стала не просто просить, а требовать надавить на коммерсант, чтобы убрали эту фотографию. На коммерсанта давить нельзя, это общеизвестно. Коммерсант, он как вода, не сжимается и переходит только в газообразное состояние при серьезном нагреве. Значит, естественно, Наташа Павлова ответила отказом и возмутилась вот этой историей, когда Зухра начала бегать по своим высокопоставленным покровителям и требовать помощи, и просить поддержки, и добиваться нажима на средства массовой информации. Вот это особенно возмутительно. Дело в том, что Зухра Буракаева, которая при Хамитове была всеми забыта и покинута, и гонимо, и тоже вполне себе активно участвовала в национальном движении. Я сам лично проводил, например, дискуссионный клуб, в котором участвовал Руслан Габасов и Зухра, и мы обсуждали вот эти вопросы башкирского языка, изучения башкирского языка. Зухра Буракаева в определенный момент с приходом Хабирова, в общем-то, отреклась от этих своих убеждений, юркнула в уютную, теплую компанию господина Мурзагулова и получила там какие-то плюшки с маком или с чем-то еще, получила какие-то заказики, как она теперь обмолвилась. Теперь она трудится над обеспечением переписи населения, видимо, защищая численность башкирского народа. В общем, короче, это называется коллаборационизм такой, в легкой форме. Причем он очень типичен для национальных интеллигенций, вот этих вот голодающих и склонных к патернализму и к подачкам со стороны власти. Но Зухра допустила одну большую ошибку. На самом деле она полагала, что отдавшись, как говорится, в объятия новой команды и новых вот этих своих покровителей, она может рассчитывать на их поддержку. Нет, ничего подобного. Она свои плюшки получила, свои услуги оказала, ни о каких дополнительных услугах речь не идет. Никакой Мурзагулов, ну, как в случае с Гайсиной, то же самое, ни на какие эти вещи не пойдет. Он сказал, Зухра, давай сама-сама, как в этом, в гениальном фильме «Вокзал для двоих», помните, да, вот эту роль Гурченко? Сама-сама-сама. То есть, как бы вот в этом суть взаимодействия. Но вот эта наша наивная башкирская интеллигенция не понимает этого. Они думают, что их будут защищать, им будут помогать, ничего подобного. Попаде они в трудную ситуацию, ну, по крайней мере, по их представлению, с ними поступят вот так. Так и поступили с Зухрой Буракаевой. Разбираясь во всей этой истории с коммерсантом Наташей Павловой, Зухрой, меня, конечно, возмутило вот этот вот какой-то мгновенный переход от каких-то свободолюбивых, либеральных взглядов Зухруи Буракаевой и образца 2017-2016 годов до вот этой вот какой-то дремучей, абсолютной, значит, реакции, в которую она впала вот на данный момент. Но и это еще не все. Дело в том, что после вот этой статьи экстренно собрался всемирный межгалактический Курлтай Башкир, высказался на тему того, что недопустимого использования башкирского национальной символики, костюмов и прочих вот этих вещей в каких-то там преступных экстремистских целях, потребовали обратиться в союз журналистов, видимо, это касается поведения Натальи Павловой. Видимо, через Москву будут решать теперь вопрос с этой фотографией Марьям Буракаевой. В общем, вся вот эта история обнажила и объяснила нам, на каких принципах выстраивается у нас национальная политика, внутренняя политика в республике. И, честно говоря, меня эти принципы откровенным образом испугали. То, как это делается, то, как, вернее, это делается неумело, топорно и с какой-то необъяснимой яростью, вот это все, конечно, не испугать не может. Дело в том, что я полностью уверен в том, что загонять национальные движения под лавку и потом имитировать их присутствие, их наличие с помощью вот каких-то вот фейковых организаций, отчитываясь об этом, что вот у нас все нормально, вот у нас есть национальные организации, вот у нас там какой-то межгалактический союз людей на лошадях и так далее. Нет, этого нельзя категорически делать. Дело в том, что из-под лавки через какое-то время вполне вероятно и, скорее всего, гарантированно вырвется какой-нибудь монстр, который, сидя в темноте и будучи напуганным, переродился в страшного монстра уже не национального, даже не националистического, а почти нацистского характера. Вот именно подобное воздействие на национальную организацию, на национальные идеи вызывает обратную, абсолютно нездоровую реакцию некоторых слоев общества. Вот к этому мы идем. Вот этого добивается Кельсинбаев. Чтобы появились какие-нибудь подпольные кружки, там еще что-то, да? Судя по всему, да. Ну ладно, Кельсинбаев, он, как говорится, там, ну, почти не виноват ввиду того, что совсем ничего не понимает. Но есть Сидякин, умный человек на самом деле, есть, в конце концов, Мурзагулов. Ну, с Мурзагуловым ясно, он, как говорится, здесь не жилец, он отъедет и забудет об этом всем и будет себя там в Каталонии национальные проблемы решать. А вот те, кто с головой-то, они же, они чем думают? Потому что, ну, не вызвать последствий, на самом деле, история с Башкортом не может. А пытаясь угодить своим вот хозяевам-покровителям в соде отработать этот заказ, они не понимают, что они творят и чего они получат на выходе. Там уже забудут потом про эту соду, про эту гору, когда вот, если они все это закрутят, всю эту пружину сожмут. Ну, в общем, конечно, ситуация опасная в целом, потому что все эти Буракаевы, всякие там Бузыкаевы, это все, ну, на самом деле, пена на поверхности и башкирской национальности, и башкирских национальных движений, все это сойдет, и этому будет дана оценка. Подумаешь, там, купили там трех деятелей искусства, там, или 30 деятелей искусства. Это, на самом деле, не повлияет на общую картину. Национальное самосознание останется, оно уязвлено, задето, и вот в этой ситуации, конечно, события могут развиваться очень опасным образом. Теперь немного о нашей почте, о том, что нам писали наши зрители и подписчики на прошедшую неделю. В частности, пришло письмо от Ольги Харидиновой, которая нам поведала интересную, забавную историю. Пока я ее буду рассказывать, эту историю, в ее изложении, потому что мне пока не удалось до конца проверить все обстоятельства этого события, а заключается оно в следующем. Ольга Харидинова, жительница Башкирии, занимается дизайном, не смейтесь, дизайном носков. Это интересная история. Вообще, очень забавные, красивые носки она придумала, всевозможные дизайны, всевозможные картинки, связанные с самобытностью Башкирии, уже несколько лет этим занимается. Там и логотипы, и всевозможные символы, и разные надписи. Очень симпатично такое малосерийное дизайнерское искусство. Так вот, технологически это выглядит так. Она разрабатывает эскизы, дизайн, потом размещает заказ на каком-то производстве, это производство их производит и продают через социальные сети, через магазины и так далее. Хороший, милый бизнес. Очень симпатичная продукция. Она показывала ее на всевозможных туристических событиях, на всевозможных выставках и так далее. Продает в качестве сувениров в сувенирных лавках. Не дешевые носки, там цена порядка где-то 300-400 рублей. Очень симпатичная штука. Все мы помним, что 31 января в Башкирии в Уфе случился форум «Легкпром-2020», которому так гордился и которому так радовался ради хабиров. И вот неожиданно Ольга Харединова обнаружила на этом форуме свою собственную продукцию без упоминания авторства и ее причастности к этой продукции, которую реализовывала одна из башкирских трикотажных фабрик. Хозяйка этого бренда, называется он «Ой-ёк-баш», возмутилась. Ольга Харединова, конечно, в недоумение пришла, как так. Но она разрабатывала, работала над этим. И кто-то похитил ее дизайн, значит, теперь выдает за свой. Дело в том, что она пыталась разместить на этом башкирском производстве вот этот выпуск мелкосерийной партии вот этих носков. Но там не договорились, и она их произвела в Нижегородской области, в городе Нижний Новгород. Но, тем не менее, башкирская фабрика видела дизайн этих носков и им воспользовалась. В общем, за этой историей мы последим. Мы попытаемся помочь Ольге Харединовой отстоять свои авторские права, потому что, ну, на самом деле, так поступать неприлично. И это не здорово с точки зрения развития вот этой всей вот сферы вокруг туризма, вокруг символики республики, вокруг, значит, вот этого создания некого привлекательного образа вот этой всей там, как бы, терро-башкирии. Это, на самом деле, если подтвердится факт такого события, то, конечно, это безобразное воровство, и такие вещи нужно пресекать. Помните, на прошлой оперативке Андрей Назаров объявил о том, что начинается череда запуска объектов, связанных с федеральными целевыми программами, с федеральными национальными проектами, и перечислил даже те вот, ну, объекты, которые будут открыты в ближайшее время. Там несколько детских садов, онкоцентр, кардиоцентр чуть позднее, в марте. В том числе в этом списке был бассейн в Норсе. Так вот, министр спорта Хабибов, видимо, воспринял все эти указания буквально-буквально и открыл этот бассейн в Норсе мгновенно, сразу же после заявления Андрея Назарова. Что называется, перестарался. И дело в том, что, налив водички в бассейн, министр Хабибов искупался в нем, открыл торжественно, значит, все замечательно, вылез, отряхнулся, уехал, и бассейн после этого закрылся. Жители, ну, и наивные пользователи, и любители поплавать, значит, пришли в этот бассейн. Ну, об этом, естественно, было бурно рассказано в прессе, там, вся вот эта вот Мурзаголовская команда, значит, там чего-то, значит, распиарила, и жители пришли плавать в бассейн. Но, увы, бассейн оказался закрыт. И, судя по всему, еще долгое время будет закрыт, потому что на самом-то деле он не был готов. Министр Хабибов забыл сказать одну вещь, что бассейн открылся только для него, и на самом деле только для того, чтобы отчитаться перед начальством, что он выполнил свою задачу, и гора у него с плеч. А будет ли работать бассейн или не будет на самом деле, это вообще не важно. Но вот министру Хабибову надо бы обратить на это внимание, нужно вешать объявление или сбоку делать титр, вот во время этих торжественных открытий, что бассейн открыт только для министра Хабибова. На один раз, на один заплыв. Потом вода сливается, бассейн закрывается. На прошедшей неделе в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой в республике на карантин в Уфе закрыты все школы и детские сады. Имеется в виду, они закрываются с 10 февраля и на неделю. Непонятно, конечно, удастся ли за неделю справиться с эпидемией. Возможно, этот срок будет продлен, непонятно, об этом не было ничего сказано. Но факт остается фактом. Эпидемиологический порог преодолен. Количество заболевших стало выше нормы и позволило закрыть школы и детские сады на карантин. К вящей радости детишек, не заболевших, и к ужасу родителей, которые теперь думают, куда девать свои чадо в эту неделю. В общем, в этом смысле обстановка в республике тревожная. Новости строительной сферы. На прошедшей неделе к нам на почту пришло письмо, такое обширное обстоятельное письмо от жителей домов, расположенных рядом с 94-м лицеем. Они озабочены тем, что единственную прогулочную зону, сквер, которая есть в их районе, компания «Стройфедерация» собирается застроить то ли тремя, то ли двумя огромными высотками, то ли это будут апарт-отели, то ли просто умные дома, как положено. Но, в общем, жители обеспокоены и уже сейчас высказывают свою решимость и свою готовность протестовать, причем в очень активной форме. Там много упоминается всевозможных нарушений и загадочных решений мэрии. Вообще, в последнее время в этой сфере решения мэрии действительно носят исключительно загадочный и очень подозрительный характер, который вызывает много вопросов, в том числе у прокуратуры. В общем, вот эта новая точка напряжения на карте УФИ, вот эта зона, прогулочная зона около 94-го лицея, и если намерения компании «Стройфедерация» будут воплощаться, то, конечно, там возникнет существенный конфликт. Я прошу жителей этих домов, которые озабочены этой проблемой, держать нас в курсе, насколько движется процесс, описывать периодически, присылать нам письма, мы будем следить за этой ситуацией, будем ее освещать. На фасаде самого долгого долгостроя города УФИ, я имею в виду дом по улице Менделеева, 128, дробь 1, опять появилась надпись. Надпись буквами, каждая из которых высотой с этаж, гласит «Долгострой 12 лет». Видимо, периодически жителям этого дома придется менять цифру, 12 на 13, 13 на 14. Дело в том, что, поняв, что с проблемой долевого строительства и долгостроев не справятся с наскокой или с помощью каких-нибудь там гайсеных, правительство и хабиров утратили интерес к этой проблеме, перестали заниматься ей, по крайней мере, в публичном пространстве. Конкретно судьба дома 128, дробь 1, никого, кроме самих обманутых дольщиков и пайщиков, перестала интересовать. Правда, в последнее время активизировались там некоторые депутаты. Вот Ильгам Галин написал письмо в мэрию по просьбе жильцов или собственников этого дома. Мэрия, впрочем, отписалась опять вот этому МУПу. МУП опять начал рассказывать сказки о том, как он там сейчас начнет где-то брать деньги, неизвестно где и неизвестно сколько, сколько да все это достроит, да может быть. В общем, все пошло по кругу. И объект Менделеев 128, дробь 1, наверное, грозит войти в книгу рекордов Гиннесса, как самый длинный и долгострой на планете Земля. Но 12 лет это уже действительно очень много, а скоро будет уже и 13. Еще одна история по строительству. Она на самом деле не очень новая, она длинная, но она развивается. Это история господина Бауцкого, который строит за Красинским рынком. Рамиль Рахматов на прошедшей неделе опубликовал материалы о том, что происходит на этой стройке, и происходят там интересные вещи. Дважды поменяв проектную документацию и никак не соблюдя те довольно несложные правила, которые существуют для этих процессов, я имею в виду общественные слушания и прочее, мы знаем, как у нас проходят общественные слушания, так вот даже не сделав этого, господин Бауцкий теперь собирается строить на месте четырехэтажного по плану спортивного комплекса 18-этажный или более жилой дом. Вот такая несложная комбинация. Причем на все вопросы о том, что происходит и почему так случилось, господин Бауцкий предпочел в неофициальных беседах сообщить, что у него там все в мэрии схвачено. Ну так, по крайней мере, утверждает Рамиль Рахматов своя публикация, я нисколько не сомневаюсь, что у Бауцкого все схвачено в Уфимской мэрии. Меня удивляет позиция Мустафина, который безропотно ведет Уфу опять к этому градостроительному хаосу, несмотря на те громкие заявления Хабирова и самого Мустафина о том, что, дескать, мы не допустим больше этой точечной застройки, этой вакханалии и так далее. Тем не менее, вот эти решения тихонечко штампуются в кабинетах Уфимской мэрии, выдаются разрешения, никто ни с чем не спорит. Можем превратить там спортивный комплекс четырехэтажный в 18-этажный дом жилой, что, собственно, существенно прибыльнее, чем какой-то там непонятный спортивный комплекс. В общем, вот такие ужасные вещи происходят у нас в городе Уфе. Неделю назад, в 170-м выпуске, я рассказывал историю девушки Алины, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Историю о том, как Юлия Вольф, известная в Уфе многодетная мать, взяла ее к себе жить, приютила на время, пока Алина найдет работу и источники для существования. Мы связались на прошедшей неделе с Юлей, обсудили эту историю, эту проблему. Я обещал помогать, насколько я могу это делать. И обсуждая эту проблему, мы пришли к такому интересному выводу, что на самом деле республике необходим некий механизм экстренной помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Причем по-настоящему экстренной. То, чем на самом деле не занимается Ленара Иванова и должна бы заниматься. Вот ей подсказка, пока Юлия Вольф еще не заместила на посту Ленару Иванову, о чем стали говорить горячие головы после этой истории. Пока есть такой шанс, Ленаре Хакимовне, наверное, надо подумать о том, что должна быть сформирована некая такая система помощи людям, попавшим в экстренную ситуацию. Вот как у Алины случилась экстренная ситуация, когда просто на руках ребенок и нечего есть. Как это будет устроено? Ну, много вариантов, много всяких, значит, мыслей. Конечно же, Ленара Хакимовна, у нее там целое министерство, голова большая, пускай, придумывает. Но однозначно подобные вещи необходимы республике и необходимы обществу. Это большое упущение нашего министерства социальной защиты и семьи. Напоминаю, что 9-го числа завтра, 9-го февраля, мы будем проводить на нашем канале первый стрим, то есть онлайн-общение с зрителями-подписчиками. Уже пришло некоторое количество вопросов, на которые просят ответить по разным каналам. Это и почта, и всякие комментарии, и всякие личные сообщения. Плюс к этому во время открытого эфира, прямого эфира, можно будет задавать вопросы в чате, который будет там привязан к этому же самому эфиру. Все это будет происходить на канале «Открытая политика», прямо на YouTube, значит, заходите, смотрите, участвуйте, пишите вопросы, слушаете ответы и так далее. Ну, многие просили это сделать, мы это сделаем. Напоминаю, завтра, 9-го февраля в 19.00 на канале «Открытая политика». Редактор субтитров А.Семкин